Поздравляю петербуржцы с Днём Города, с этим замечательным днём, когда началась вот та история, в которой мы до сих пор живём. Создан город, который делает нас счастливыми и даже талантовыми, потому что этот город талантов, здесь какие-то таланты проявляют себя так, как нигде. Дело то ли в городе, то ли в его просторе, в каком-то особом свечении. Давайте за этот город обязательно сегодня выпьем, потому что это город счастья, нашего с вами счастья, и он счастье приносит всему миру. Почему-то все обожают наш город. Вот приедешь куда-нибудь в деревню, говорят, о, вы из Ленинграда, в эвакуации, говорят, о, это ленинградцы, и ходили смотреть на нас. То есть нам повезло счастье петербуржцами стать, то есть особыми людьми, совершенно неповторимыми людьми в мире. Так что давайте поздравим друг друга с этим замечательным днём, когда нам подарили наш город, который мы и сами продолжаем делать ещё лучше. До встречи! Дорогие питерцы, то есть, простите, дорогие жители Санкт-Петербурга, я горячо от всей души поздравляю вас с днём рождения города и хочу объясниться в любви и к городу, и к вам. Моя любовь к Питеру началась ещё в студенческие годы, когда мы постоянно норовили удрать к вам на выходные под смехотворными предлогами – посетить Сайгон, поесть пышек. И каждый раз, с каждым визитом мы влюблялись в ваш город всё больше и больше. А моя подруга, которая переехала в Питер, она всегда обязательно, когда говорит о городе, она добавляет «мой любимый город или лучший город на земле». Я абсолютно с ней согласна, потому что в Питере всё прекрасно. Не только архитектура, не только атмосфера, не только реки, каналы и потрясающие музеи и рестораны. Самое прекрасное в Питере – это люди. Я нигде не встречала таких потрясающих, добрых, интересных, фантастически одарённых людей, как в Санкт-Петербурге. И поэтому я желаю вам оставаться такими же удивительными, такими же добрыми, такими же сильными и такими же непобедимыми. С днём рождения, дорогой Петербург! С днём рождения города, мои дорогие питерские друзья! Привет! Мы писатель Жуаринский-Пастернак, мы из Минска, поздравляем любимый Санкт-Петербург с днём рождения! Мы вас очень любим, нам очень нравится у вас бывать, и мы очень надеемся, что скоро мы опять будем вместе. Мы скоро все обнимемся, мы будем все здоровы, и всё у нас будет хорошо. С днём рождения! Всех нас много, и все мы живём в одном городе. С днём рождения, Санкт-Петербург! Здравствуйте, дорогие мои любимые жители города Санкт-Петербурга. Меня зовут Дарья Донцова. Я писательница и телеведущая, и я очень люблю город Санкт-Петербург. Это прекрасный, красивый, замечательный город. Вам очень повезло, что вы в нём живёте. Я очень хочу, чтобы ваш город расцветал, становился всё более удобным для вас, чтобы в этом городе вам было радостно, весело, хорошо и просто прекрасно жить. Я хочу, чтобы вы были счастливы, чтобы у каждого из вас была бы хорошая, прекрасная семья, интересная работа, и чтобы вам обязательно бы на всё хватало денег. Очень-очень мне этого хочется, и я надеюсь, что все мои пожелания, которые я отправляю вам, от чистого сердца сбудутся, и всё у вас непременно будет хорошо. С днём рождения, город Санкт-Петербург! С днём рождения, самый красивый город России! Дорогие друзья, петербуржцы! Я поздравляю вас с днём города, нашего города, самого литературного города, потому что, может быть, по количеству писателей и героев литературных, живших здесь, с Петербургом не сравнится ни одно место на земле. Они до сих пор бродят по набережным, особенно в Белой Ночи, сейчас с масками и в перчатках. И любой петербуржец встречал эти призраки и приветствовал их, но в последнее время они беспокоятся о том, что резко упали продажи бумажных книг, потому что магазины были закрыты. Поздравляя с праздником, я хочу выразить нашу общую уверенность, что бумажные книги будут жить дальше и в том же объёме, в каком это было прежде. Аудиокниги, электронные книги – это замечательно, но те, кого мы встречаем, они публиковали свои вещи как раз в бумажных книгах. С праздником! Уважаемые петербуржцы, невеселый выдался в этом году у нас праздник города. Особенно расстроен я, потому что предыдущие 22 года мы с коллегами в это время делали городу подарок. Проводили финал молодёжного чемпионата по интеллектуальным играм Гран-при Санкт-Петербург. Он всегда получался радостным и праздничным, но в этом году, к сожалению, мы его отложили. И тем больше я благодарен книжной сети «Буквовед», которая позволила мне, если не делом, то хотя бы словом поздравить горожан. Дорогие земляки, наш Петербург прекрасен. Я с детства знаю, как чудесно гулять по майским праздничным улицам, но нам, к сожалению, нельзя. Наш город выстоял против разных напастей, победил в блокаду, выстоит и победит сейчас. Я желаю всем петербуржцам терпения, чтобы дождаться того счастливого дня, когда наш город снова откроет нам свои объятия. И пусть поможет вам в этом ожидании чтение хороших книг. Давайте сделаем городу самый лучший подарок. Останемся живы и здоровы. С праздником! Меня зовут Андрей Слуцатуров. Я писатель, филолог, директор Дома-музея Набокова. Дорогие друзья, поздравляю вас с днем рождения нашего города. Сейчас наш город, как и вся наша страна, как и весь мир цивилизованный, переживает очень нелегкие времена. Мы находимся на карантине, мы выброшены из наших привычных связей, мы не ходим в театры, не ходим в кино, не сидим в кафе, не сидим в ресторанах, но мы продолжаем работать. Есть среди нас те, кто сейчас в эту самую минуту спасает человеческие жизни. Это врачи, это медсестры, это медицинские работники. Что говорить? Это настоящие герои. И поверьте писателю, когда-нибудь о них будут написаны стихи и романы. Карантин и эпидемия нас, писателей, очень многому научили. Есть среди нас волонтеры, замечательные люди, которые добровольно доставляют еду и лекарства пожилым людям. Как видите, героические традиции нашего города, пережившего блокаду, не забылись. Что хочется вам пожелать в эти сложные для нашего города дни? Ну, прежде всего, спокойствия, терпения и душевного благородства. Все это с нами всегда было, все это у нас есть и всегда с нами останется. Не забывайте также, что наш город – это культурная столица, у нас есть музеи, у нас есть замечательные концертные площадки, у нас есть музыкальные клубы. Мы в музее Набокова подготовили для вас виртуальный тур, и мы разработали и предложим вам цикл интересных лекций, которые читают известные ученые-гуманитарии нашего города. Еще раз поздравляю всех вас с праздником! Дорогой Санкт-Петербург, с днем рождения! Счастья, здоровья, благополучия и всего-всего, кажется, так поздравляют. Я хочу добавить от себя широких улиц, зеленых проспектов, красивых пейзажей, веселых людей, счастья вашему городу. Я желаю каждому его жителю, каждому его дому, каждой улице. Я очень люблю ваш город, я очень люблю к вам приезжать, я очень люблю гулять по вашим улицам, разговаривать с людьми. Нигде не задают таких интересных вопросов писателю, как в Санкт-Петербурге. И, конечно, сейчас у нас такое сложное время, и неизвестно, когда еще я к вам попаду лично. Но самоизоляция нас все равно не разделяет, мы все равно вместе. И нас связывает единый душевный порыв. Любимые дела, любимые книги. Мы все равно прорвемся. Сейчас весна, а скоро будет лето. Я желаю вам провести его с огоньком, чтобы было интересно. И не важно, куда мы сможем съездить, и, может быть, даже дома мы придумаем что-нибудь, чтобы это лето не забылось. С праздником, с днем рождения и счастья вам! Пока-пока! Привет, Санкт-Петербург! Легко и приятно поздравляю с днем рождения тех, кого любишь, будь то города или люди. Но, чтобы не быть банальным, я попросил своего любимого, московского поэта Дмитрия Филатова написать торжественную оду к дню твоего рождения. И он это сделал буквально 20 минут назад. Для того, чтобы не попасть в просаг, мы попросили ковеного петербуржца Николая Пашкова проверить петербургский акцент. Так что, если что-то не так, все претензии к нему. Я иду по тебе, и в руке ищу теплый кулек, а в кульке пышки в сахарной пудре. Иду и шаверму жую на ходу. На кольце, где ларьки, ты опять бросил, начал поребрик менять. И работа неспешно течет. В новой булочной переучет. Вот парадная, вот черный вход, вот потомственный гопник. А вот симпатичная дама, увы, не твоя, а пожалуй с Москвы, потому что спешит. Я иду по тебе, по соленому льду, и несу я, как пышки в руке, чепуху на твоем языке. Церемонно, неспешно несу, и кулечек верчу на весу. И люблю петербуржскую речь, и в себе ее буду беречь. Через час-полтора мне пора на Мазбан, и от града Петра укачу по железной прямой в город, где разживусь шурмой. Береги себя, Питер ты мой. С днем рождения. Дорогие мои ленинградцы и петербуржцы, потому что я уверена, что в Петербурге живут и ленинградцы, и петербуржцы. Я от всей души, как москвич потомственный в 15-м поколении, поздравляю свой самый любимый на свете город, Санкт-Петербург. С днем рождения. Я очень благодарна книжной сети буквоед за возможность поздравить свой любимый город с этим прекрасным праздником. Я очень надеюсь, что вот эти смутные времена, когда мы все разобщены, когда кажется, что Петербург отстоит от Москвы на какое-то гигантское расстояние, потому что почти не ходят поезда, минует. Мы все встретимся, обнимемся, пойдем на стрелку Васильевского острова смотреть, как Нева парадно омывает мосты и набережные, как прекрасные растральные колонны, как сияет в небесах, как второе солнце, золотой купол Исаки. Мы все сейчас сидим кто где, но в основном по домам. Поэтому я желаю вот эти оставшиеся недели карантина не потерять присутствие духа, не потерять бодрости, читать книги. Я совершенно убеждена, что многие книги написаны как раз для того, чтобы их прочитать. И это чтение нам поможет, и оно нас спасет. С днем рождения, дорогой город Ленинград и Санкт-Петербург! Ну, рассказывай, как съездила в Питер. Ты знаешь, в Питере есть душа. Да там наши камни умеют слушать. Я приезжаю туда, и мне там лучше. И жить, и прятаться, и грустить. Его вода для меня живая. Его в автобусах и трамваях я от забот своих уезжаю, чтобы тепло ее ощутить. Ты знаешь, в Питере проще верить, что счастье есть. Что открыты двери, и там нарисованы акварелью. Мои расплощатые мечты. Его проспекты уходят в небо. Ему я верю отчасти слепо, и сочиняю ему сонет. А он разводится на масты. Часто приходится слышать, что родиться в Петербурге – это такое особенное везение, что мы счастливчики по дефолту. Отнес. Нет. Ну, во-первых, в принципе, на этом везение может закончиться. Просто каждому человеку небеса выделяет определенный какой-то процент везения, что ли, долю. И ты, может быть, ее всю и забрал, просто родившись в этом городе. Во-вторых, сложно своими какими-то достижениями переплюнуть сам факт вот этого своего кармического достижения. О, родился в Питере? Наверное, что-то сделал в прошлой жизни неплохо. Поэтому, дорогой мой город, спасибо тебе большое, что ты выбрал меня в свои сыновья. Может быть, и непутевые, но любящие. С уважением, я. Петербург. Ты и так все знаешь. Люблю тебя больше всех. Сколько у нас с тобой совместных историй еще с тех времен, когда разведение мостов означало, что домой на Петроградскую сегодня уже не попасть. Когда разведение мостов означало, что ночевать придется в кафе с чашкой чая, но хотелось бы кофе. Петербург. Сегодня у тебя важный день. И не только для тебя, но и для всех нас. Сегодня у тебя день рождения. И мы тебя поздравляем. Пускай он пройдет особенно хорошо. Лучше, чем многие предыдущие. И пускай даже в это непростое время праздник нас объединит. Дорогой Петербург, я не могу признаться в любви к тебе, потому что ты часть меня, часть моей жизни, часть жизни моей семьи, которая живет в этом городе вот уже 150 лет. Мой прапрадед встроил тебя и накапливал твои богатства. Мой дед защитил тебя ценой своей жизни. А я, я пишу о тебе книги, исторические детективы. Для того, чтобы в каждом уголке нашей страны, а может быть и в мире, читатели полюбили твою историю, полюбили твою архитектуру, твои улицы, реки, каналы, Неву. Ты переживал разные времена. Но во всех временах, во всех трудностях петербуржцы проявляли не только твердость характера, но и умение побеждать. Ты выстоял в блокаду. И я уверен, что мы справимся с нынешним заразой очень скоро. Осталось потерпеть совсем немножко. Я уверен, что скоро все будет хорошо. Днем рождения, любимый город. Днем рождения, лучший город Земли. Днем рождения, Петербург. Днем рождения, петербуржцы. И все, для кого наш город является родным и любимым. Искренне ваш, Антон Тиш. Мои дорогие петербуржцы, мои питерцы. Я хочу поздравить вас с праздником. С днем рождения вашего города. Самого красивого, самого лучшего. Самого необыкновенного и замечательного города на свете. Это мое твердое убеждение. Праздник, конечно, это всегда хорошее настроение и радость. Но сейчас это не совсем так. Все мы это знаем, все мы это переживаем. Но все закончится. Непременно закончится. Дай Бог побыстрее с наименьшими потерями. Дай Бог, чтобы вся прежняя жизнь вернулась на круги своя. Теперь мы это все оценили. Но все-таки праздник есть праздник. И я желаю вам настроения, веры, мужества, сил, терпения. А вы, мои дорогие, обладаете этим больше, чем все остальные. Потому что то, что пришлось пережить вам и вашему городу, не дай Бог никому. Я вас очень люблю. Я надеюсь на скорую встречу в замечательном буквоеде на Невском. Где мы поговорим с вами обо всем. Я буду отвечать на ваши вопросы, видеть ваши родные, любимые и близкие глаза. Я очень скучаю по вам. И надеюсь, что скоро мы увидимся. Терпение, сил, мужество, здоровье, здоровье и здоровье. Берегите себя. Это самое главное. И все будет хорошо. Обнимаю вас и люблю. Ваше я. Дорогие питерцы, земляки. Я сам прожил в Питере практически всю свою жизнь. И очень люблю наш город. Люблю наши мостовые площади, дворцы, фонтаны, скверы. И в отличие от многих других городов, вы наверняка знаете, что город Санкт-Петербург был основан не как бывшая деревня, а по сути воле человека, который сказал, здесь будет город. И город вырос. И сейчас мы все в нем живем. Я хочу вам пожелать в наш замечательный праздник, в день нашего великого города, создавать в своей жизни все самим. Брать на себя ответственность, делать свой выбор и наслаждаться, радоваться тем прекрасным миром, который мы создаем вместе с вами. Здравствуйте, дорогие мои жители Санкт-Петербурга. Меня зовут Екатерина Мириманова. Я очень люблю Санкт-Петербург, несмотря на то, что я выросла в Москве и всю жизнь прожила в Москве. Но в Санкт-Петербург родители меня отвезли в одно из моих самых первых путешествий. Летом я тогда первый раз увидела море и белые ночи. Это был очень интересный опыт. Ну, а еще то, что объединяет меня с Санкт-Петербургом, то, что у нас в один день день рождения. Но, конечно, не только поэтому я люблю ваш восхитительный город. Он чудесный, он уютный, он необыкновенный. И в его серости и дождях, которые часто критикуют, есть свое очарование. Я очень люблю Санкт-Петербург и надеюсь, что скоро я с вами в этом славном городе увижусь. С праздником и до встречи! Поздравляю всех петербургских с Днем Города! Я сам родился на фонтанке, и в окне у меня был летний сад, и поэтому я без ума от этого города. Это лучшее место в мире, я отвечаю ответственно, потому что я много где бывал. И у меня есть стихотворение. Город, в котором улицы чередуют чугун и камень, А в мороз растегнуты пуговицы даже у сынков маменькиных, Где головы крылья полощат в лужах книжных витрин И узнают на ощупь подростки глаза марин. Здесь в четверо больше осени, чем весны совокупно с летом, И походе перебросили титаны мосты через реку, А на шириной у неба качают ряды дворцов. Революциями беременна, множат число творцов. На стенках номера телефонные, Из болот блокадные нелюди. Льфы и сфинксы с грифонами Не пускают волков с медведями. Нега исполнены статуей в летнем саду и в прудах. Лебеди шеи спрятали в крыльях, как в облаках. Привет! Дорогие санкт-петербуржцы, здравствуйте! Этот год особенный. Не потому, что дата круглая, она не круглая, Но потому, что в этом году мы переживаем сильнейшую эпидемию за последние сто лет. И мы в каждой большей или меньшей степени заперты. Я заперта вдали от белых ночей, от Невы, от дворцов. И из-за этого чувствую особенно остро свою тоску по любимому городу. Впервые за много лет я не приеду, не буду гулять белыми ночами, не буду стучаться со своими близкими людьми. Но вам, я считаю, повезло, потому что вы заперты в одном из самых красивых городов мира. И в момент эпидемии мы особенно остро, мне кажется, тоже ценим эту красоту, Потому что ничто более, чем красота, не утешает нас в несчастье. И невозможно чувствовать себя по-настоящему несвободной в просторе между небом и Невой. Поэтому я поздравляю вас, поздравляю наш город, Иван, Санкт-Петербург. И надеюсь все-таки на скорую встречу. Вот уже 300 лет у России есть две столицы. Не два соперничающих города, а две настоящие столицы. Древняя Москва, которая объединила вокруг себя русские княжества. И имперский, прекрасный, гордый Санкт-Петербург. Настоящая столица империи. Большой и сильный. Я с огромной любовью и уважением отношусь к Санкт-Петербургу, Несмотря на всю свою любовь к Москве. И с огромной радостью поздравляю и сам город, и его жителей с очередным днем рождения. Санкт-Петербург – это город нашего величия и нашей славы. Поздравляю, друзья! Здравствуйте! Меня зовут Маша Трооп. Дорогие петербуржцы, от всего сердца хочу поздравить вас с днем рождения города. Санкт-Петербург всегда был литературным городом, с которым связаны самые громкие имена русской литературы, и классической, и современной, от Гоголя до Бродского. Хочу пожелать Петербургу оставаться литературной столицей России. Ну что, питерцы и буквоеды, привет! С днем рождения города! Должна буквоедом сказать, что... Все мы немножко питерцы, все, кто читаем, а некоторые пишут по-русски, потому что, любя чтение, мы читали Гоголя, Пушкина, Достоевского, ну и современных авторов, замечательных поэтов и прозаиков. И так мы их, прочитав, присвоили. И таким образом каждым из нас живет Питер как наше собственное достояние. Вот можно посмотреть на мою книжную полку, там чего только нет. Вот Ахматова, вот Битов, вот, пожалуйста, Довлатов, да, боже мой, Бродский. Я вас очень поздравляю с таким замечательным городом. Не город, а сплошная литература. Хочу вам показать одну книжечку и посоветовать ее прочесть. Ну, у вас такой книжки не будет. Я ее сама когда-то издала. Это небольшой рассказ Битова. На самом деле, на мой взгляд, это маленький роман. Он о Питере, о Санкт-Петербурге, а также Ленинграде, а также о Пушкине. Фотография Пушкина. Андрей Битов. Прочитайте. Это научно-фантастический, отчасти детективный, очень крогательный роман про любовь и время. Маленький. Вот. Книжку эту вы не прочтете, но фотография Пушкина есть в собрании сочинник Битова. И, естественно, в сети можно найти все. Еще я вам хочу показать тоже подарочек для вас. Вот такая штучка. Думайте, это не книжечка, хотя бывают такие небольшие. Это глиняная табличка, которую сделал с собственными ручками Розо Габриадзе. Смотрите, как выглядит ваш Питер, Петербург во все времена. Никуда не денешься. Вот он Пушкин, и вот снегопад. Думаю, у вас сейчас снег не метет, а у нас вчера шел, у нас в Москве. Желаю вам счастья оставаться буквоедами, питерцами и не болеть. Всего вам доброго. Из карантина, из Москвы. Пока. Дорогие петербуржцы, от всей души поздравляю вас с Днем Города. Для меня Петербург – это самый любимый город, это лучший город Земли. Здесь так красиво, необыкновенно. Здесь живут умные мужчины, очень красивые девушки. И я мечтаю, что в очередной раз приеду в ваш город, когда закончится это моровое повествие. Дай бог, чтобы оно скорее закончилось. И мы все вместе пройдемся по вашим замечательным проспектам, площадям, набережным. Зайдем в прекрасные музеи, посетим великолепные театры. Булочные и, конечно, книжные магазины. Петер влюбляется с первого взгляда. Со второго хотят остаться, с третьего жить вместе. С половины пятого и допоздна ищут здесь себя и своего человека. Именно в белые ночи легче всего найти себя. Так мне казалось до наступления этого маскарада, который я сейчас вместе со всеми переживаю на берегах Северной Венеции. Надеюсь, что скоро он закончится. И все мы вздохнем спокойно. Сегодня хотелось бы напомнить всем, что скоро уже лето и пора строить планы. Любимый город, поздравляю с днем рождения. Желаю ему и всем остальным здоровья, счастья и удачи. Уважаемые Санкт-Петербуржцы, поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города Санкт-Петербурга. Хочу пожелать вам и нашему городу развития, стабильности, чтобы все было хорошо, чтобы все расцветало, чтобы все получалось. И наш город становился все красивее, красивее, интереснее и привлекательнее. И мы, чтобы любили его еще сильнее. Я знаю, что в этот день мы, как обычно, не можем выйти на улицы города, погулять, весело провести время, дарить друг другу улыбки, отличные эмоции. Но не можем. Но я хочу вам сказать, что вы можете этот праздник сделать у себя дома. Приготовьте что-нибудь вкусное, угостите свою семью, приготовьте какой-нибудь необычный рецепт. Сядьте за большой стол и отпразднуйте день рождения нашего любимого города Санкт-Петербург. Давайте вам хорошего настроения, улыбок и чтобы все было прекрасно. Александр Белькович. Петербург, тоскую по тебе в московских джунглях каменных. Совсем мне здесь не по себе, без шпилей твоих пламенных. Боюсь привыкнуть я к Москве, забыв твои объятия. И капли слез моих в Неве исчезнут окончательно. Неспешно здесь Москва-река, но ритм жизни бешен. А где-то там бурлит Нева, и все равновешено. Я так ищу, Петроград, пути для возвращения. Да не возникнет же преград. В тебе мое спасение. С днем рождения, любимый Петербург. С праздником, петербуржцы. Уважаемые земляки, близится очередная замечательная дата. День рождения нашего с вами дорогого и любимого города. Я, потомственный петербуржец, литератор, историк Илья Бояшов, хочу поздравить вас с этой замечательной датой. И пожелать вам всего самого счастливого и самого доброго, что есть только на свете. Да, наш город, если посмотреть на него таким невооруженным взглядом, он неприветлив, хмур, бродят тучи. Иногда довольно холодная зима и довольно дождливое лето. Но мы его с вами любим, несмотря на то, что он стоит на болотах и возвелся волею Петра на этих местах. Мы его ценим. Мы любим гулять по его улицам. Мы любим его Петропавловскую крепость, его Стрелку Васильевского острова, его замечательную Петроградку и многие другие замечательные места. Еще раз хочу поздравить вас с этой отличной датой, днем рождения нашего Санкт-Петербурга. И пусть ангел, который на вершине Петропавловской крепости, на самом кончике шпиля хранит город, хранит и нас с вами. Удачи вам, друзья! И так далее до 317. Именно столько исполняется нашему городу в этом году. 317 лет. Это 317 свечей. Представьте себе, 317 свечей. Как их разместить на одном вот таком большом торте и как их потом задуть? Для этого понадобится помощь как минимум двух шустрых котов с большими щечками. Кота Пампона и кота Трюнделя. И вот мы вместе с котом Пампоном и Трюнделем поздравляем всех жителей нашего прекрасного города, города Петербурга, а также его города, побратима города Петербурга с этим прекрасным солнечным праздником, днем рождения. С днем рождения, город Петербург и его город, побратим Петербург. Продолжение следует...